Сегодня делал прививки. Человек хорошее место привычного ножа использовал канцелярский нож с дорогими резями. Значит, я не знаю, что такое канцелярский нож с дорогими резями. Кажется, это наш Павел Танценко. Один из будущих авторитетнейших садоводов. Не автор, а редактор моих книг. Бесчисленного количества в интернете материалов. Бесчисленного, подчеркиваю. И вот его успехи в журнопоприще практического садоводства. Мне нравится. Посмотрите внимательно. И вот уже настолько наглядно. Я сколько пытался. Я книг сам же делаю. Я же не беру эти фотографии или рисунки. Искренительно, рурналы. Я никогда не беру. Вы заметили? Все свое, как говорили древние римляне. Все, что я нашел с собой. Я беру. Делаю все так же. А вот здесь получилось еще нагляднее. Вот что такое высшая капулировка. А акцент я делаю на чем? На том, что не нашел он привычного ножа. Воспользовался. А я потом ножи еще покажу. Использовал канцелярский. У нас с дорогими лезвиями. И вы знаете, у него получилось. Я думал, лучше односторонней заточки ничего не бывает. У него получилось великолепно. У вас радуется. Еще вариант. Посмотрите. Это прививка в расщеп. Практически чисто. Я делаю чуть-чуть еще длиннее расщеп. И делаю чуть-чуть длиннее. Вот это еще где-то сантиметр бы. Ну, что вы хотите. Человек, который в начале пути. А считать, что она не приживется. Конечно, приживется. Ну, и наконец, последняя фотография. Посмотрели. Идем дальше. Не обойдется без ложки дегтя. Потому что вы видели наш опыт. Там опыт, там рассуждения. Там мы с вами. Идет время. Это время дает возможность стать чуть взрослее. Чуть-чуть заматереть. Как-то заматереть. Набить руку. Уже легко ориентироваться в каких-то терминах. А вот, пожалуйста, наш магазин специализируется на реализации качественного посадочного материала. Заметьте, качественного, да? Причем продолжает идти отовсюду. Приезжают садоводы. Пишут садоводы. Звонят. Ничего, ни у кого не растет. Так. Смотрим дальше. Который будет давать любому садоводу самое богатое урожай. Это уже заранее уже известно. Купи и будут богаты. Но это сотен сайтов одно и то же. Продажа состоится в Москве и Подмосковье, а также по всей России. Итак, в Москве. Ну, давай я... Видите, я не стал назвать его. Им жить надо. Там такие же люди. И также, если у них не купят, они... Закупив, закупив еще раз. Это магазин, вы поняли? Магазин не выращивают. В магазине там прилавки, кассовый аппарат. Там нет... Плащадей не растут. Там саженцы. Это магазин. Вот, на реализацию. Но главное обещать качество. Тогда я гляжу, куда? Адрес в магазине. Мы работаем в режиме доставки. Да. А самороза нет? А почему? Вот я спрашиваю, почему. Ну, что, догадались, почему? Потому что в основном продается невероятнейшее дерьмо. А мы сколько уже показывал. Обидное письмо со слезами на глазах. Фотографии. Такого дерьма. А запрещают ездить? Даже сама знаменитая Тимирецкая академия сказала, мы сами привезем. Платите. Человек заплатил, привезли дерьмо. Это не случайно. Это не просто так. Я начал убеждаться, что сами они черта не выращивают. А если выращивают, то им нельзя показывать заранее. Смотрим дальше. Я и кроме этого еще дошел до конца. И посмотрел. Есть еще один анализ. Внизу совсем скромный, как Краснодар. Вот теперь верю. С Краснодара в Москву. Из питомника в магазин. А что всем? Ладно, пока снег продают. Что всем? Я бы еще понял. Но все-таки Москву, это значит верная смерть. Я ничего не путаю. Да и Краснодара, наверное, никто ни черта не это не выращивает. Абакан, Иркутск. Иркутск, Абакан. Смотрите. Итак, у нас началась бешеная реклама. Телевидные мы смотрим. В Сеногольске, в Инусинске, в Абакане, в Шушинске. В Абазе, везде. Везде одно и то же. В Сиркутске привезли большую партию саженцев. Я чуть... Я схватился за голову. Ребята, Сиркутске. Я понимаю так. В течение десятков лет Абакан. Это как бы символ нашей Минусинской котловины. Почему Минусинская? Может быть, она ближе к центру. То есть котловина, а в центре Минусинск. Сюда попадает Абакан, Сеногольск. Вот этот треугольник, да. И мы в течение десятков лет совершили чудо. Мы стали, по крайней мере, в Сибири лучшим. Это 100%. Я смотрел, что другие области выпускают. Я знаю, что такое Бахчарский питомник. Ну, вы там найдите абрикосы или челюсти. Вот. Ну, в общем, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Очень сильно от нас отстал Алтай. Очень сильно. Хотя там были эти... Красноярск. Хотя там были крупные научные центры. Что дальше? Я хочу, чтобы... Дальше пойдет вопрос, что надо учить студентов, надо учить школьников. Хотя бы элементарно. Вот. Что такое уроки географии? Иркутс на широте Сайногорска. Сайногорс – центр садоводства Сибири. И было время, пока не научили деревья калечить, он был центром России. Об этом российская наука не знала. И это было не надо. Когда мы с Байкалом привезли вдвоем только... Причем в конце июля на международную конференцию и выставили в вазах свои абрикосы, я стоял в сторонке, думаю... Я когда ехал в Абакару, в Москву, меня пригласили официально. И я заранее оговорился. Мне дадут время на 15-летний наклад. Но когда я начал говорить, что все не так и все неправильно, у меня просто отключили микрофон и правильно сделали. Это чтобы в церковь прийти и сказать, что Бога нет. Так и тут. Правильно сделали? Получилось так, что... Это не вызвало интереса сотни научных работников, от аспирантов до центров, и кончая академиками, их там было вот столько академиков. Вот столько. Ни один не поинтересовался. Как так? В Сибири пойти? И вот мы действительно с Байкалом, это центр этого самого... Центр абрикосоводства. Ну, и не только абрикосоводства, но все-таки центр. И вдруг Иркутский. Я думаю, ничего себе! Иркутский рванул вперед, и у них наверняка... И когда я узнал, что у них эти самые... анадасные абрикосы, когда я узнал, что у них черешни, заметьте, не вишни кислые, черешни привезли продавать, а я до сих пор знал, а видимо отстал на несколько лет, за несколько лет вырастили... Что такое маточный сад? Это тысячи деревьев, иначе саженцы не вырастишь. И несколько десятков лет. А такого сада, я не знаю, в Иркутске нет. А мы же должны хотя бы знать географию. Почему? География – это значит, что Иркутская на гост на одной широте. Но тучи двигаются с запада на восток, как правило. Как правило, это большая часть туч, циклона, дециклона, движется с запада на восток, а самое тёплое – это ясно, что Прибалтика, а потом пошло-пошло, а потом Среднероссийская равнина, я до сих пор помню эти названия. Дальше Сибирская низвенность, а перед этим перевалили Уранские горы, а ещё пройдёт тысячу километров до Иркутска, а ещё сильнее остыло. То есть, если у меня температура средняя будет такая, а там обязательно будет средняя градус, два – меньше, хуже. Я это прекрасно помню, я одно скажу. Там нет ни одного черешнего сада. И вот представляете, Абакан завален саженцами, и любой человек – Иркутский черешник. Тем более у нас будет растет в Абакане. Опять показать из трёх пальцев – как-то неудобно. Я бы ещё понял, что в Иркутск бы с Абакана привезли. Есть же местные прекрасные садоводы, которые зажаты тем, что на грани нищеты, на грани выбрасывания саженцев, потому что… Что вы думаете, раз написано Иркутск, и реклама врет на всё это, на всю сибирь, что это Иркутск, а черешни там нет. В Сибири есть полтора черешнего сада. У Боднера, в черёбушках, там аномально тёплый климат, и там штук 6-8 саженцев у Железова. Это всё. А тут не саженцев, а взрослые черешни. И вот так получается. Ирин, председатель Союза садоводов, воевал как мог. Пять выступлений по телевидению и по радио. Ну и что? И Союз садоводов мошенничеству не может помешать. Вот и всё. Как сделать? Я сейчас прошу Абаканцу, которая несколько всё равно меня слушает. Походите, сделайте фотографию. Давайте посмотрим. Посмотрим на эти черешни. Кто-то может включить запись. Сейчас, любой может включить запись. Подойти и сказать. Тайком. Кармальный прям положить и включить. Или реально подойти и сказать. Откуда дровишки? Вот. Ну, пошли, где пошли. Там уже другой вопрос. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok